Виталий Владимирович Виталий Владимирович Виталий Владимирович Виталий Владимирович Виталий Владимирович Для того, чтобы проверить эту гипотезу, мы провели эксперимент, в котором участвовало 100 человек. Задача этих испытуемых состояла в распознавании лицевой экспрессии, при этом мы регистрировали движение глаз. Для того, чтобы проверить эту гипотезу, мы создали математическую программу, которая обрабатывала изображение лица, определяя распределение по изображению суммарного контраста. На этом слайде вы видите пример того, как работала эта программа. В этом слайде определялся суммарный и нелокальный контраст по изображению в различных частотных диапазонах. Вот здесь показаны частоты, в которых определялось распределение суммарного контраста в циклах налицо. В следующей колонке показана трехмерная карта того результата, который мы получали. При этом вершины этих горных массивов это области с наибольшим суммарным контрастом, а ущелья это наоборот минимальный контраст. Ну и в следующей колонке мы показываем двумерные карты распределения суммарного контраста, где более яркие области. Это как раз область с большим контрастом, а точками показаны пики в этих областях. В результате мы обнаружили сходство теоретических и эмпирических карт значимо увеличивается при увеличении прироста суммарного контраста. То есть мы из исходного изображения лица строили три теоретические карты. Карты, составленные из областей с максимальным приростом, с минимальным приростом и с промежуточным. И вот эмпирическую карту, тепловую карту распределения и фиксации мы сравнивали с этими всеми тремя картами и получили статистическую значимую зависимость. Но возникало определенное сомнение. Да, сначала мы, ну естественно мы сделали вывод, что начальные сакады направляются к областям лица с наибольшим приростом суммарного контраста. Но оставалось определенное сомнение, связанное вот с чем. А является ли выбор областей, куда направлялся взор, действительно с наибольшим приростом и локального контраста. Дело в том, что испытуемые перед экспериментом знали задачу, они знали, что будут предъявляться лица, они знали, что им необходимо определять экспрессию лица. И вполне можно предположить, что они уже изначально формировали определенную стратегию поиска участков изображения, которые носили бы наибольшую информацию. Поэтому мы не могли с уверенностью говорить о том, что вот в данном случае управление движениями глаз носило экзогенный характер. И для этого было проведено еще одно исследование, в котором мы использовали изображения. В этих изображениях отсутствовали объекты переднего плана. В этих изображениях невозможно было найти какие-то семантические характерные области. И мы провели эксперимент, в котором предъявляли последовательно два таких реальных изображения. Это природные текстуры. И испытуемые должны были решить достаточно простую задачу. Они должны были сказать, это одинаковые изображения или разные показаны. Но сам задача была не очень простая, потому что мы старались ее усложнить. И точно так же, как и в предыдущем эксперименте, мы сравнивали карты распределения фиксации взора с областями прироста суммарного контраста с наибольшим приростом, наименьшим и промежуточным. И в этом исследовании для обработки мы использовали четыре взаимодополняющие статистические метрики, которые позволяли нам сравнивать эти эмпирические и теоретические карты. В результате проведенного эксперимента была продемонстрирована статистически значимая зависимость расположения фиксаций от величины прироста суммарного нелокального контраста. Это позволило нам сделать вывод, что взор с наибольшей вероятностью фиксируется на областях изображения с наибольшим приростом нелокального контраста. Но оставался еще один вопрос, а какой механизм способен обнаруживать в обходном изображении области с наибольшим приростом нелокального контраста? Этот механизм на самом деле известен еще с конца 80-х годов, когда теоретически было предсказано его существование. А затем в течение примерно 15-20 лет этот механизм достаточно подробно использовался. Это так называемый механизм, зрительный механизм второго порядка. Но этот механизм не рассматривался в качестве механизма сегментации реальных изображений, а в основном рассматривался как инструмент анализа текстур, сегментации текстур. И вот мы впервые получили действительно экспериментальное подтверждение того, что этот механизм может реально работать с естественными изображениями и сегментировать их. О чем идет речь? Это вот перед вами схема этого механизма, где слева мы с вами видим известные, всем хорошо известные фильтры первого порядка. Это стриарные нейроны, линейные стриарные нейроны, описанные Хиббелом и Визелом, которые после выпрямления объединяются на вот тех самых фильтрах второго порядка, которые имеют оппонентную организацию, и благодаря этой оппонентной организации не реагируют на однородные по контрасту изображения, но активируются, когда вокруг области повышенного контраста находится область со сниженным контрастом. Итак, проведенные нами исследования позволили прийти к следующему заключению. Участки изображения с наибольшим приростом суммарного контраста приаттентивно выделяются зрительными фильтрами второго порядка, которые могут играть роль окон внимания для считывания информации из областей с наибольшей перцептивной значимостью. Спасибо за внимание. Спасибо.